Пока они играют, за ними наблюдают тренеры для того, чтобы отыскать новых звездочек отечественного хоккея. Те, кто покажет себя лучше всего во время турнира «Алые паруса», войдут в сборную Ульяновской области. Соревнования специально проводят для юных хоккеистов из районов. Это первый подобный формат работы для детей из сел. Турнир включает в себя не только матчи, но и образовательную часть, мастер-классы, занятия по бросковым технологиям и дриблинг. Все это делается для того, чтобы спорт в районах становился более профессиональным, более, скажем, интересным. И когда они сюда приезжают, они видят новые оборудования, новые площадки, новые программы. Софья Медведева из Сенгелеевского района счастлива оказаться на турнире и поиграть на крытом катке. У них в Сенгелее такого нет. Поэтому нет и возможности заниматься любимым делом летом. Юная хоккеистка играет вместе с мальчишками. А этот вид спорта любит за возможность кататься на коньках и держать в руках клюшку. Я не знаю, я с девочками не играла, но так, думаю, нет никаких отличий. Просто другой компания, что я не знаю. Ну, ты как-то, что-то у тебя мальчишек может где-то пожелеть, я не знаю. Да нет, нет. Такого нету, думаю. Там все типа на равных. Для ее товарища по команде Руслана Халилова Алый Паруса подарили возможность забить 6 голов. Ведь именно за шайбу в воротах противника юный уроженец Сенгелеевского района и любит хоккей. Меня на хоккей привел дядя. Это было в третьем классе. Я сначала не хотел хоккеем заниматься, но когда я пошел, сошел на хоккей, мне понравилось, я начал заниматься хоккеем. Турнир стартовал 5 апреля. Матчи на льду продлятся три дня. Все остальное время посвящено образовательной части. Накануне юным хоккеистам в подробностях рассказали историю хоккея. Начиная от континентальной лиги, заканчивая работой детских спортивных школ. Также ребятам из районов уже успели рассказать о законах хоккея и провести мастер-класс по разновидности бросков. Много вопросов было. Вот сейчас про клюшки, про флеш, что такое флеш, что такое жест, как правильно бросать, как правильно поставить пирог. Для них это очень интересно. Как сами видите, они все вовлечены в работу, в городки. И им это нравится. И для меня это только радует. В то время, пока одни изучали историю отечественного хоккея, другие на практике оттачивали мастерство. Второй день турнира. Открыли матчи между командами из Барыша и Майны. Игра закончилась со счетом 3-2 в пользу первых. Не первый раз, а второй раз встречаемся. Именно с этой командой, да? Расскажи эмоции от матча. Эмоции были отличные. На первый турнир по хоккею для сельских команд «Алой Паруса» съехались три команды из Майенского, Барышского и Сенгелеевского районов. Следующий образовательный и практический курс по хоккею планируют сделать масштабнее и провести уже в сентябре этого года. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.